Привет, дорогие зрители! У нас сегодня очень необычная серия, и в ней я покажу вам, как создать и настроить сервер Бакит на операционной системе macOS. То есть, многие задаются этим вопросом, поскольку macOS более предназначен для таких вещей, к примеру, как хостинг сайтов или серверов. У меня, к примеру, уже запущенный круглосуточный сервер, постоянно работающий. Ну, давайте этому научимся. Для начала можно создать папку нашего сервера, то есть, ну, новая папка банальная на рабочем столе, назовем ее там просто сервер. Пусть у нас будет сервером. Зайти на сайт официальный dl.bakit.org, то есть, скачать последнюю версию Бакита. Я скачаю последнюю самую версию 1.4.2. Пусть скачается пока что. Далее, вам нужно зайти во Finder, перейти во вкладку Программы и нажать, открыть программу TextEdit. По сути, это аналог Windows-овского блокнота, только более расширенный, более разбавлен нужными функциями. Нажимаем кнопочку формат, конвертируйте в простой текст, то есть, мы создаем простейший файл .txt. Далее, в описании к видео будет текст, некий скрипт для запуска вашего сервера. Скопируйте его и вставьте вот сюда, вот таким образом. То есть, здесь вы просто указываете, что вам и как запускать. Сохраните его на рабочий стол под любым именем с расширением .command. Смотрю. Start.command. Это, по сути, создаст некий аналог экзешного файла, что ли, там, и так далее. Батного файла, бат, .bat в Windows. Сохраняем уже, да? Вот он сохранился, пожалуйста. Start.command. Помещайте его в папочку с сервера. У нас как раз скачался наш бакит. Помещайте его тоже в папочку с сервера. Открывайте папочку. И смотрите. Значит, переименуем наш бакит в просто 1, 4, 2. Пусть он так и будет. Теперь открываем Start.command с помощью текст-сайд это снова. Выделяем необходимое количество оперативной памяти. Мы выделим 2 гигабайта. То есть, здесь просто указывают на гигабайтах количество оперативки. Можно на гигабайтах тоже. Только просто указывают на 256, скажем, да? 256.m. Вот таким образом, да? У меня уже 2 гигабайта. И указываем имя нашего файла крафт-бакита. То есть, ну, собственно, такое же. Поэтому все пока в порядке. Но, если вы сейчас запустите эту программу, она у нас просто банально не заработает. Пишет. Невозможно запустить файл, поскольку нет соответствующих прав доступа. И вы с этим, по сути, ничего не сможете сделать. То есть, многие просто на этом запарываются и не знают, да? Как все это исправить. Для этого идем в терминал. Просто создаем новое окошечко терминала. И пишем интересную очень команду. chmod a plus x пробел. То есть, chmod пробел a plus x пробел. И перетаскиваем наш start.command вот сюда, после пробела. И нажимаем кнопку enter. Все. Можно закрывать. Теперь у нас запустится наш сервер. Нажимаем start.command. И у нас что-то пошло, по крайней мере. Ну, по крайней мере, пишет, что, возможно, сервер запущен уже там портей и так далее, и т.д. и тому подобное. Можно закрыть его. Теперь у нас появились некие файлики. То есть, настройки сервера наши стандартные. То есть, бакитовского сервера properties. Вы в нем указываете, соответственно, ваш порт, какой он нужен. У меня открыто специально два порта для основного сервера и для демонстрации. У меня 2.5.5.6.7. Здесь вы можете, соответственно, все настроить. Об этом уже в вики обращались. То есть, я показываю только конкретные, самые базовые такие настройки. То есть, стартуем заново сервер. И у нас уже появляется куча папок. Генерируется наша карта заново. То есть, наш прекрасный мир, где мы будем появляться. Ну, давайте запустим наш клиент. У меня уже скачан. Если хотите, могу в архив задумываться. Выложить в описании видео клиент заодно, пусть будет. Если кому нужен, конечно же. Он также будет работать на неофициальных версиях игры. То есть, к примеру, вы скачали самый обычный Minecraft, самый обычный официальный для macOS. Ввели просто свой ник любой абсолютно. Нажали кнопку play offline. То есть, не обязательно регистрируется даже. Вы, если вы сможете зайти на любые пиратские сервера. В любом случае. Вот мой сервер выделенный. Пишет, что ошибка входа. User not premium. Значит, ноги на этом тоже запарываются. Что для этого делаем? Во-первых, остановим наш сервер. Пишем команду stop. Открываем файл server.propeties. И смотрим. Здесь стоит онлайн моды true. Фактически, он просто проверяет ваш никнейм на зарегистрированность в своих официальных базах данных. То есть, короче говоря, если ваш никнейм неправильный, то он просто вас не пустит на сервер. Пишем false здесь вместо true. Все. Вы можете заходить на ваш сервер без проблем. То есть, даже с пиратскими клиентами игры. Снова нажимаем start.command. Можно же выделить его таким как бы красненьким цветом. То есть, просто правой кнопкой мыши этикетка красный. То есть, вы просто видели, где она находится. Нажимаем start.command. Снова запускается. Спам территории подготавливается снова. То есть, на самом деле, macOS работает гораздо быстрее, чем Windows в этом плане. Сервер нам может хостить по нескольку серверов за раз и при этом жрать меньше оперативки. Но во много раз. Ну, поскольку у меня программа для записи видео тут как бы не игровая, поэтому... Ну, в общем, вы видите, да? То есть, мир появился. Прекрасно все. Все команды будут работать. Дальше что? Вы можете также писать всякие, пихать ваши плагины стандартные для Windows в папку plugins. Вот он находится. То есть, все то же самое, что и на Windows. Только запуск находится вот с этого файлика хитроумного. Собственно, все. Ну, давайте какой-нибудь плагин поставим простенький. Скопируем с нашего автоносного сервера. Плагин, скажем, просто скопируем и все. Commandbook, к примеру, да? Вот он. Пусть он будет у нас. Commandbook здесь. Просто для теста. Ставим сюда Commandbook. Остановим наш сервер. Так, прекрасно. И снова запустим наш сервер. То есть, он фактически... Даже в консоли нам напишет, что, мол, Commandbook. А, ну, понятно, тут глюки пошли. Ну, потому что мне версии, видимо, клиента не соответствуют чему-то. Ну, неважно, неважно. Ну, главное, работа и работает. Потому что я скачал последнюю версию 1.4.2, она пока что девелоперская. Короче говоря, я, так сказать, свою миссию выполнил. Показал, как сделать этот настрой сервера. Потому что многие маководы, макофилы очень желают этого, но не могут, к сожалению. Я сам не мог, я очень долго парился. Но, в конце концов, вспомнил, что есть такая функция в терминале прописью давать права. В общем, всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам это очень будет полезно, потому что мне помогло в свое время. До свидания.